Рассмотрим задачу поиска кратчайшего пути. Для решения данной задачи воспользуемся алгоритмом Dijkstra. Предположим, что у нас есть ориентированный граф, который состоит из множества вершин V и множества дуг E. У каждой дуги есть неотрицательная метка, иногда ее называют стоимостью или весом дуги. Одна вершина определяется как источник. Задача заключается в том, чтобы найти кратчайший путь от источника до любой другой вершины графа. Алгоритм Dijkstra строит множество вершин S, для которых кратчайшие пути от источника уже известны. На каждом шаге к множеству S добавляется та из оставшихся вершин, расстояние до которой от источника меньше, чем для других оставшихся вершин. Можно утверждать, что кратчайший путь от источника к конкретной вершине проходит только через вершины множества S. Такой путь называется особым. Кроме этого, на каждом шаге алгоритм Dijkstra использует массив D, в который записывает длины кратчайших особых путей для каждой вершины. Когда множество S будет содержать все вершины орграфа, то есть для всех вершин будут найдены особые пути, тогда массив D будет содержать длины кратчайших путей от источника каждой вершины. Рассмотрим пример работы алгоритма Dijkstra. Мы видим, что изначально множество вершин S содержит только источник. В нашем случае в качестве источника выбрана первая вершина. Также представлены значения массива D. В этом массиве мы будем записывать длины кратчайших особых путей. Изначально здесь находятся величины равные стоимости дуги от первой вершины до второй. Это элемент массива D2. От первой вершины до третьей. Обратите внимание, что раз этой дуги нет, соответственно в этой ячейке у нас находится знак бесконечности. D4 это стоимость дуги от первой вершины до четвертой. Она равна 30. И наконец D5 равна 100. Это стоимость дуги от первой вершины до пятой. На первой итерации мы выбираем минимальное значение из всех элементов массива D. Оно у нас равно 10. Это значение соответствует второй вершине. И вот эту вторую вершину мы включаем в множество S. Обозначим эту вершину 2 как W. На каждой итерации мы пересчитываем длины кратчайших особых путей. Это происходит согласно следующей формуле. То есть мы либо оставляем предыдущее значение, если оно окажется минимальным. Или другой вариант. Это добавить туда DW. То есть в нашем случае это D2 равное 10. Плюс стоимость дуги от W до V. То есть от второй вершины до рассматриваем. Ну то есть вот эти вот вершины V мы сейчас будем перебирать одну за другой. В таблице представлены полученные значения. Давайте разберемся как они получились. Вот допустим D3. Мы выбираем минимальное из двух возможных. Первое это предыдущее значение, которое равно бесконечности. А второе это DW. То есть 10 плюс стоимость дуги от W до V. То есть от второй вершины до третьей. Стоимость дуги от второй вершины до третьей равна 50. DW равно 10. Соответственно сумма равна 60. И выбирая минимальное между 60 и бесконечностью, конечно же мы выбираем 60. Аналогично мы делаем для D4 и D5. Но как мы видим здесь эти значения не поменялись. Следующая итерация. Итерация номер 2. Выбираем минимальное значение из значений массива D. Обратите внимание, что D2 уже не рассматривается. То есть мы работаем теперь только с теми вершинами, которые в множество S не вошли. Из этих вершин, то есть третья, четвертая, пятая, соответствующие минимальные значения это 30. И соответствующая вершина это 4. В вершину 4 включаем множество S. W теперь у нас равно 4. И согласно формуле мы пересчитываем значения оставшихся элементов массива D. То есть D3 и D5. Значит D3. Выбираем минимальное между 60, то есть значение на предыдущей итерации. И DW, то есть 30, плюс стоимость дуги от W, то есть от 4 вершины до V, до 3. Так от 4 до 3 стоимость дуги у нас 20. То есть 20, плюс DW, плюс 30, равно 50. Вот соответственно у нас D3 на второй итерации равна 50. Аналогично меняем значение в D5. То есть было 100. Теперь делаем DW, D4. То есть 30 плюс стоимость дуги от W до V. От 4 вершины до 5. Это 60. 60 плюс 30 это 90. Вот соответствующее значение у нас и записано в D3 и D5. Опять же выбираем минимальное значение из оставшихся нерассмотренных значений D. Нерассмотренных вершин, вернее вершин не включенных еще пока во множество S. Это у нас 50. Соответствующая вершина третья. Третью вершину мы включаем множество S. W у нас равно 3. И производим пересчет оставшихся фактически значения D5. Было у нас 90. Теперь DW 50 плюс стоимость дуги от третьей вершины до пятой. От третьей до пятой у нас стоимость 10. Соответственно 50 плюс 10 60. Ну и наконец последняя итерация. У нас осталась только одна вершина. Пятая. Включаем ее в множество S. И фактически у нас пройдены все вершины. В конечном счете мы имеем длины кратчайших особых путей от источника до каждой произвольной вершины. Вот они представлены в последней строке таблицы. Алгоритм D3 в виде псевдокода можно представить следующим образом. Значит первая строка. Это у нас исходное множество вершин S включает только источник. Первую вершину. После этого мы производим инициализацию значений массива D. То есть начиная со второй и до последней вершины мы записываем стоимости ребер от первой вершины до текущей до этой. Ну как вот у нас там было 10, бесконечность, 30, 100. То есть это у нас произошла инициализация значений массива D. После этого мы делаем следующее в цикле. Мы выбираем из множества вершин которые пока не вошли в S такую вершину W что значение DW минимальное. После того как мы определились с этой вершиной мы добавляем ее к множеству S и потом пересчитываем значение массива D. При этом пересчет у нас осуществляется только для тех вершин которые в S еще не вошли. Пересчет осуществляется согласно формуле которую мы с вами применяли в течение анализа примера. То есть мы выбираем минимальное значение из того что было и теперь полученное DW плюс стоимость дуги от W до W. То есть до рассматриваемой вершины. Для того чтобы получить не только длину кратчайшего пути но еще и определить через какие вершины необходимо пройти нам понадобятся некоторые дополнения. А конкретно мы введем некоторый массив P размерность вы обратите внимание N то есть количество вершин и в этом массиве мы будем хранить номер той вершины из которой мы приходим в текущую. Изначально мы инициализируем значение массива P записываем туда единицу то есть это номер вершины источника. И в том случае если у нас вдруг происходит изменение значения в массиве D тогда мы вершине вернее так сказать элементу массива P P от W записываем в эту ячейку значение вершины W это вот представлено внизу справа на слайде. То есть если у нас изменилось значение в массиве D P с индексом V мы приравниваем W записываем индекс этой вершины. Ну вот, предположим, возьмем тот же самый граф вот у нас значение кратчайших особых путей то есть теперь это уже у нас конкретное расстояние от источника до любой другой вершины кратчайший путь ну например от первой до пятой вершины у нас 60 это длина пути то есть мы пойдем первая вершина потом четвертая третья пятая в сумме у нас получается 60 но если вот просто посмотреть на D5 равной 60 непонятно через какие вершины идти. Вот именно здесь этот массив P нам и поможет. А поможет он нам следующим образом если мы хотим узнать длину пути ну например от первой до пятой вершины нам необходимо двигаться от конца то есть в обратном порядке мы сначала смотрим значение соответствующее P5 это 3 значит мы в пятую вершину пришли из третьей после этого мы смотрим из какой же вершины мы пришли в третью P3 у нас равно 4 то есть мы в третью вершину пришли из четвертой и наконец P4 равно единице тот самый источник вот таким образом мы можем установить теперь сам путь то есть первая четвертая третья пятая вершины в итоге нам дают длину стоимости 60 это конечно очень полезно то что касается временной сложности алгоритма дейстры то здесь все зависит от того каким образом реализован сам граф так если была использована матрица смежности тогда временная сложность равна O большое от мощности множества вершин в квадрате то есть другими словами O от количества вершин в квадрате если же были использованы списки смежности для того чтобы хранить граф тогда у нас временная сложность алгоритма равна O большое от количества ребер умножить на логарифм количество вершин графа логарифм м у м м м м м м м м Продолжение следует...